В России отмечается ежегодный рост распространения ВИЧ-инфекции. Каждый час вирусом иммунодефицита заражаются 11 человек. В прошлом году был зарегистрирован миллионный заболевший. И это только официально зарегистрированные случаи. Врачи бьют тревогу. Если темпы роста числа инфицированных останутся прежними до 2021 года, то угроза может превратиться в настоящую эпидемию. О том, как обстоят дела с заболеваемостью с ПИДом в нашем регионе, шла речь на совместном заседании Межведомственного координационного совета по предотвращению социально значимых инфекционных заболеваний и окружной межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом. Озвученные цифры шокируют. Что такое вирус иммунодефицита и как обезопасить себя от заражения им? Сегодня, пожалуй, знает каждый. И в то же время число инфицированных с каждым годом становится больше. В целом, по России количество носителей ВИЧ-инфекции уже превысило 1 миллион человек. Об эпидемиологической ситуации в Нинецком округе и мерах профилактики ВИЧ-инфекций шла речь на совместном заседании Межведомственного координационного совета по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний и окружной межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом. В Нинецком округе первый случай официально был зарегистрирован в декабре 2004 года. В 2011 был выявлен первый ВИЧ-инфицированный среди сельских жителей, в 2014 – среди кочующего населения, а в 2015 – среди подростков. Сегодня в регионе официально состоят на учете 50 носителей вируса иммунодефицита, в том числе четверо несовершеннолетних. Впрочем, для нашего небольшого округа и эти цифры – повод бить тревогу. На конец года у нас на учете наших жителей Нинецкого округа было 48 человек. Из них было 33 женщины, 15 мужчин. В этом году темпы замедлились. Был выявлен всего лишь один ВИЧ-инфицированный. А в прошлом году в сравнении было уже 9 человек. Но впереди еще довольно много времени, поэтому трудно загадывать заранее, сколько их будет к концу года. Но вообще проблема, конечно, растет. По словам врача-инфекциониста, в нашем регионе самому юному носителю ВИЧ-инфекции на момент обнаружения заболевания было 15 лет, самому старшему – 70. Все они заразились половым путем. Сегодня это самая распространенная причина передачи инфекции. Долгие годы, 3-4-5, а кто и больше, в зависимости от того, как прогрессирует снижение иммунитета, больные могут не подозревать. Но первые какие симптомы, на которые можно обратить внимание, увеличенные лимфоуслы, шейные, чаще всего. Какие-то налеты на слизистых, чаще всего грибковые налеты. Это уже говорит о том, что иммунитет снижен, и постепенно грибковые инфекции, вирусные инфекции начинают поражать организм. Чем больше иммунодефицит, тем больше этих проявлений. Носители ВИЧ-инфекции в обязательном порядке обследуют и на туберкулез. Все они находятся в зоне риска. В самом деле, это одна из основных причин смерти от ВИЧ-инфекции, туберкулез. И пациенты с ВИЧ-инфекцией подвержены заболеванию несколько раз выше, чем все остальные люди. Проверить себя на ВИЧ-инфекцию может и должен каждый. Для этого необходимо подойти в кабинет инфекционных заболеваний и профилактики СПИД. Вся процедура займет у вас лишь несколько минут. Процедурная медсестра возьмет у вас кровь из вены, затем ее следует на наличие вируса иммунодефицита. Результат вы узнаете через три дня и при необходимости получите консультацию врача-инфекциониста. Не откладывайте заботу о своем здоровье на завтра. Проведите обследование уже сегодня.